Музыка Камнями дела не имел, ни мои родители камнями дела не имели. Вот у нас, значит, царь-колокол, работа завершенная, камень, трератинский камень. Вот чайник из фильма «Белое солнце пустыни». Чайник оттуда, вот, мне, короче, его друзья принесли, подарили. По профессии я агроном. В данное время работаю в службе безопасности в музее имени Тахагоди. Люблю свою страну, люблю свою родину, патриот своей родины, люблю традиции свои. Помню, даже был такой ветер, а мне не терпелось его завершить. Мелкий дождь шел, не смотрел даже на это. Теперь он только хотел его завершить. Удивительным горцам себя не считают, не бездельничают, а занимаются чем-то полезным делом. Вот наш холодильник преобразовался в мастерскую небольшую. Здесь у меня таких инструментов вот и нету, но какие-то мелочи, которые мне нужны для моей работы. Я Магомед Махмудов, сам не понимая, оказывается, у меня внутри родилось творчество. В его холодильнике хранится целый арсенал ручных инструментов. Вот, значит, мой молоток легендарный. Это вот удлинитель тоже очень необходимая вещь для работы. Иногда использую пилу. Пилу использую иногда, чтобы эскиз какой-нибудь сделать. Творчеством Магомед Махмудов решил заняться год назад совершенно случайно. Это все произошло спонтанно. Мы, учитывая, мы горцы, учитывая, что мы живем на равнении, а предки наши горцы в горах, не так часто получается ехать в горы, а хочется увидеть у себя частицу того, что ты хотел бы видеть постоянно. В его роду не было ни художников, ни ремесленников. Камнями дела не имел, ни мои родители ко мне дела не имели, ни родственников, я не знаю, которые бы там были каменщиками. Ни у кого у нас в роду этого не было. Она у меня произвольно получилась. А сам он по профессии? Я агроном. Работал в Росфельхознадзоре. Ну, а работает в одном из главных хранилищ республики. Служба безопасности, музей имени Тахагоди. Там тоже я вижу очень много интересных вещей, которые мне нравятся, которые тоже я хотел бы запечатлеть, показать его. У себя тоже создать небольшой маленький музейчик, чтобы было людям интересно прийти сюда, соседям, кому интересно, чтобы им было интересно смотреть. Многие экспонаты музея вдохновили нашего героя на создание собственных скульптур из камня. Нашел там, обнаружил именно такой же кувшин. Я его хотел, на него скатерть поселить, его сделать, ковром его сделать. Ну, мне на работе подсказали, что ковром его сделать. Я вот даже подготовил для него, рамочку делал. Он, видите, внизу волосинки. Хотел здесь все ковром, камнем хотел общить. Ну, сказали, что это лишнее, не нужно. Подходящий материал для своих работ он находит повсюду. Я среди этих виноградных лазурей нашел такие подходящие, на что-то похожие. Начал его, короче, думать, что из него можно сделать. И смастерил такие из фанеры кувшины. Вот я его, короче, думал, вот так вот его сколотит. Наш горный камень здесь, виноград. Здесь я хотел его тоже виноградными ветками обложить. Зачастую все самое необходимое под ногами. Ну, вот недавно, 20 раз уже на берегу моря, здесь, на городском пляжу, нашел камни, такие, приглядевшиеся мне. Тоже вот такие красивые камни. Что-то приносят ему друзья и родственники. Вот, допустим, сделать один-два кувшины, камни у меня нашли с дома. Потом, когда увидели мои соседи, что я этими камнями, в общем, делаю, и начали мне из дома приносить, кто в горы ездит, с гор начали привозить. Вот сосед мой один, из Лератинска, он попал, как раз ехал домой с гор, попал, в камнепад попал. И то, что на полу, короче, они на полу упали эти камни, он с пола это все подобрал, загрузил в газель и привело к мне. В память о матери Магомед Махмудов вылепил этот настенный кувшин. Наверху также расположен кувшин, на котором мама моя, Мнахачуре, она, короче, делала вот эту сметану, делала этим кувшином. Вот я его вспомнил, его тоже запечатлел сюда. И был у нас вот такой вот кувшин, когда приходили гости, отец или мама, его вставляли на стол, она была плетеная, плетеная, здесь внутри находилась или буза, или вино. Когда гости приходили, вставляли его на стол, его тоже я вспомнил, его тоже я залепил. И музыкальный инструмент, на котором часто любил играть его отец. Вспомнил отцовский пандур, он нас в детстве собирал, в кругу, играл на этом пандуре, и мы там танцевали, плясали, и вот вспомнил вот этот пандур, взял я его, залепил. Это чисто морской камень здесь, единственный, маленький кусок, из горного камня, его тоже запечатлил, потому что отец мой горец. Храню память, родительские моменты, которые в детстве, то, что запечатленные были, все не могу запечатлеть, все, что приходит в голову, хочу все запечатлеть в стенке, камнем все выложить, создать такую красоту, чтобы было интересно, вспомнить моим внукам, племянникам, чтобы они, это самые, внуки мои, чтобы дальше показывали, чем занимался их дед в свободное время. Магомед чтит историю своей страны и одну из стен посвятил ее уникальным экспонатам. Люблю свою страну, люблю свою родину, потвердь своей родины, люблю традиции своей. Чтобы скульптуры не испортились со временем от дождя, снега или солнца, он покрывает их лаком. Корабль Петра Первого, я его нашел в Ютубе и вот нарисовал его. Здесь я сделал морской камень, здесь я, этот из морского камня сделан, а это вот горный камень Клеротинский. Вот она работа завершенная. И вот потом, чтобы она, короче, дольше держалась, хорошо держалась, я его потом, значит, его лакирую. А еще царь-колокол и царь-пушка. Произошел пожар и при пожаре вот это отломался кусок, отломался кусок. Сам этот, сам колокол весит 200 тонн. И царь-пушка расположен, тоже рядом положил его. Образно скажу, сама пушка, значит, она весит 40 тонн. Пушка весит 40 тонн, он тоже ни разу не стрельнул. Его эти снаряды весят 750 килограмм. Один снаряд. И царский штурвал. Вот штурвал тоже Петра Первого штурвал. Вот она тоже уже завершенная работа у меня. Сколотил с того, что было. Выборочно, камней не было выбрать. Сейчас я вот его лакирую. Это самая грандиозная работа в его настенной коллекции. Дагестанский орел. Он как бы на небе летит, внизу. Горе, недоделанная работа. Орла этого, короче, залепил за две недели. Помню, даже был такой ветер, а мне не терпелось его завершить. Мелкий дождь шел, не смотрел даже на это. Кипело внутри, хотел его завершить. Со временем наш герой собирается превратить стену в уютный уголок, напоминающий ему родные горы. Здесь, когда будет небо, тучи, вот когда она свой ракурс поймает, вот наши горные туры, тоже они бодаются, бодаются туры. Вот горы, не сделанная работа, не завершенная. Вот она плавно-плавно-плавно переходит вот сюда. Здесь вот башня Шамильского района. Она, возможно, находится в Ахлугол или находится между Мачадой и Гента. Это вот башня. Друзья и близкие мастера-самоучки с нетерпением ждут завершения каждой его работы. Близким друзьям, родственникам и товарищам, допустим, я, если сделал, допустим, половину, пол корабля, если я сделал, отправляю его к ним, они спрашивают, да что такое Магаянин, ты что сделал? Им уже интересно увидеть его результат, уже конечный результат. Они уже интересуются. И мне тоже этот, на мне тоже это желание появляется у меня его дальше залепить, отправить, показать его. А один из друзей подарил ему экспонат, достойный любого музея. Это Кизюльтовский район, село Бавтугай, село Бавтугай. Друзья, тамошние друзья, в общем, этот чайник, они, в общем, мне подарили этот чайник. Дали Сухова чайник из фильма «Белое солнце пустыни». Фильм же они снимали здесь, кто-то его оттуда или увел, или где-то оно у них забылось, или осталось. Эту историю я дальнейшую не знаю, но дали мне его как чайник Сухова. Творческие идеи рождаются в его голове совершенно неожиданно. Есть горный камень, есть морской камень. Также морской камень можно подложить, посмотреть, подготовить его, подогнать его. Главное, их особо ломать не нужно. Они камень сама, сам себя находит камень. А потом мастер умело воплощает их в жизнь. Виноград, вино, кувшины, традиция, все, короче, идет в одно. Каким-то невероятным образом его увлекло творчество, без которого он теперь не может прожить ни дня. Удивительным горцем себя не считаю. Хотел единственное удивить свою семью, близких, друзей, товарищей. Тем, что я не бездельничаю, а занимаюсь чем-то полезным делом. не бездельно Субтитры создавал DimaTorzok